Здорово времени суток. Рада вас всех приветствовать на своем канале. Сейчас у меня много новых подписчиков, много людей, которые просто заходят на мой канал, смотрят. Иногда я в последнее время озвучиваю, что видела во сне число определенное. О чем это сложно сказать, но это был сон с Путиным. Поэтому я решила записать видео. Я как-то вот эту информацию, которая иногда приходит, я ее не записываю отдельно. Наверное, зря я делаю, потому что это может быть какой-то и предсказательный момент. Чтобы потом просто не забыть и понимать, как могут развиваться события дальше. Поэтому я вам со временем расскажу еще некоторые сны, которые я видела. И на тот момент я не понимала, о чем это, и только потом поняла, к чему это. Вообще, когда была беременна младшей дочерью, знаете как, иногда беременную женщину, вроде бы встала, встаешь рано, старших детей нужно было в детский сад отвезти, отвел. А потом все. Вот меня просто порой вырубало, и я ложилась спать и видела обязательно вещи сон. Я не могу вам сейчас рассказать о чем это, потому что это было уже очень много лет назад. Нашей младшей дочери уже 26 лет. Поэтому, конечно, я не помню, о чем были сны, но на тот момент они были вещами. И я боялась даже спать, ложиться, чтобы подремать хотя бы какое-то время. Вообще, вещи сны снятся обычно в этом состоянии перехода. Когда ты, как в старой одной сказке про Ладина, сон не сон, про не сон. То есть вот когда ты еще не уснул, но при этом ты не бодрствуешь. Вот этот вот переходный момент, очень часто снятся вещи сны. И если вы запомнили, это классно. А если не запомнили, то бывает очень часто ощущение доживю, вспоминая, что ты это видел во сне. Но тот сон я очень четко запомнила, потому что я проснулась после сна. Ну вот, сон увидела, и я проснулась и думаю, так, вот это, вот это, вот это, это я должна запомнить. Итак. Сон. Значит, это где-то было, по-моему, в сентябре. Да, в сентябре. Числа я точно не помню, и это, я думаю, не принципиально. Вижу во сне. Где-то я нахожусь и вижу Владимира Владимировича Путина. А вы знаете, что он носит руки, часы не на левой, не на правой руке, а на левой. Вот. Он меня увидел, подходит, снимает свои часы, они мужские именно часы были, и отдает мне. Вот. И я их одеваю себе на руку, потом куда-то я отвлеклась, то ли я пошла куда-то, но это тоже не принципиально. И я кого-то знакомого встречаю, говорю, представляешь, мне Путин подарил часы. И я смотрю на руку, а у меня на руке не мужские часы, а женские. Женские часы, и там именно циферблат, не цифровые часы, не электронные, а именно циферблат. И самое главное, я обратила внимание, что большая стрелка, вот эта минутная, была направлена вниз. И там было написано число не 6, а 30. И когда я такое глаза стала поднимать, обращаясь к кому-то, вот представляешь, это самое вот число 30, мелькнуло перед глазами, что часовая стрелка вроде стояла возле числа 11. То есть было 11 часов 30 минут, нормально, часы когда показывают. То здесь была именно часовая стрелка чуть больше, чем 11, но мне так, во всяком случае, показалось. И число 30 внизу. И я когда проснулась, я поняла, что это именно 30 ноября, 11 месяц, часы, да? Вот, и 30 минут это именно число. И именно это число будет очень уважено. Вот этот сон я и рассказывала в видео, поэтому, кто давно со мной, они знают про этот сон. А кто новички, вот я вам его рассказала. Конечно, я не знаю, сбудется он или не сбудется, но вообще-то обычно такие сны весьма и весьма знаковые. Вот, и все события как раз складываются к тому, что, да, может, 30 ноября, а мы помним, что в ноябре 30 дней именно, не 31, а 30. 30 ноября будет, вполне вероятно, очень какое-то важное событие, которое будет иметь большое значение для нашей страны. Ну, давайте мы попробуем в карты заглянуть еще, ну, чтобы вам было не просто мои какие-то разглагольствования, ну, и еще сам по себе. О чем это сон? Сон. Да, тут именно какое-то будет новое событие, либо плановое какой-то, новый план какой-то будет выстроен, который будет иметь очень большое значение. Ну, вот пас жезлов карта, да? Вот, чтобы вам было более четко видно. Итак, о чем же этот сон? Что это может быть за событие? Это разрушение каких-то моментов, когда, ну, либо выстроенных планов, либо разрушение каких-то уже определенных вещей, созданных, ну, созданных в каком плане? В принципе-то это все равно планы, мечты, они будут разрушены, чьи-то. Новых идей не будет, и при этом не будет обострения боевых, так скажем, действий. И ресурсы. Это когда будут собраны все ресурсы в единое целое. Когда произойдет пересмотр ценностей, когда люди, которые будут участвовать в этом событии, они пересмотрят отношения вот ко всем вещам раннего для них важных, что на самом деле это не важно, важно совершенно другое. То есть здесь вот будет именно пересмотр ценностей. Конечно, у кого-то разрушатся полностью их планы, надежды, какие-то дела. Это может быть для кого-то очень и очень страшно. И это должно произойти. Но потом, смотрите, девятки, они всегда показывают то, что событие подходит к завершающему моменту. Но в мечах это может быть страшно и безнадежно. Но страхи больше надуманные, навязанные, да, что когда кто-то пугает. И при этом девятка кубков, это говорит о том, что когда человек шел, или люди шли к чему-то важному для себя, к какой-то мечте, к какой-то идее, они дошли, ее осуществили. То есть получили результаты, и этим результатом могут делиться. Ну и еще одна шикарная карта, это десятка пентаклей. То есть должно произойти событие, которое для кого-то станет роковым, когда будет ощущение безнадеги, а при этом безнадега это еще и как провал, да, каких-то действий ранее предпринятых. А для кого-то это может быть, наоборот, достижение целей, которые были ранее. И десятка пентаклей это, в принципе, семейная карта в классическом. Да, здесь у нас идет стихия, это, опять же, смотрите, как планета наша, да, может быть земля, потому что пентакль это символ земли, стихия земля. Тут эти гномики, то есть они все объединились в единое целое, не раздельно, а именно в единое целое. То есть это может быть день, который разрушит чьи-то планы, но при этом другим людям даст, радость принесет, уверенность, защищенность, что все в плохое закончилось. Допустим, для Украины это о чем? Пересмотр полностью всех дел, связанных с боевыми действиями. Верховная жрица, это у нас о чем? Туз и Жезлов перевернутый идет, и иерофант. Когда не будет полностью поддержки, когда не будет ресурсов, не будет сил для чего-то. Мы с вами можем, в принципе, понимать, для чего Украина не получит ресурсов, не получит помощи, не получит поддержки, наставничества. Если по иерофанту смотреть. А для России это о чем? Император, Объединение, очень много работы. Я еще до этого смотрела тоже, о чем этот сон, так для своих. То, да, выходило Объединение, и очень много работы. И очень скоро. Это говорит о том, что объединятся люди, а тут, в принципе, смотрите, как тройка кубков, это может быть как три государства основных, да, мы берем, пока мы не идем на восток. Восток нас касается опосредованно. Для нас более важно вот это, для нашей страны. Объединение трех республик. Много над этим будут работать, очень много работы будет. И события будут развиваться очень быстро. То есть, скорее всего, я могу по этим картам так положить, что 30 ноября может произойти очень важное событие, которое может остановить все боевые действия. Нужно понимать, что все равно останутся отмороженные, так скажем, да, которые слишком зациклены на своих идеях, которые, в принципе, им внушили просто. Это не их идеи. Это чьи-то идеи, вложенные в голову, вбитые в голову напрочь. Это самое. И этих людей дергают за ниточки, чтобы осуществить, осуществить чьи-то планы. Не их. Им самим, на самом деле, если вернуться к их начало, еще адекватному началу, то им это не нужно было. Самое главное для любого человека это его собственная жизнь. Не как она будет прожита даже, да, а сама жизнь. Все хотят жить. На тот свет никто не торопится. А тут дергают за ниточки так, чтобы они туда ушли. Чтобы они не думали о том, что просто их могут убить. Поэтому с такими людьми еще придется, конечно, работать. И это вполне может растянуться и не на один год. Я тоже рассказывала как-то в одном из видео, что я помню, то есть я уже была не такая уж маленькая. Не знаю, сколько мне лет было, не могу точно сказать. Но я помню, что мой дедушка с бабушкой ездили в Полтаву, потому что там, в той деревне, где они были, или где-то там рядом, в общем, нашли старосту с Отечественной войной, который помогал фашистам и должен был состояться суд над ним. То есть это... А я родилась в 68-м году. Ну, пусть мне даже было там 6-7 лет. То есть это где-то 70 какой-то год. В любом случае, потому что я это помню. А вот... Когда... Вот, пожалуйста, был найден староста, его судили. Что с ним было, я не помню. Для меня это было неважно. Просто меня потрясло вот это событие. То есть это, скорее всего, наверное, даже, может быть, было немного позже. Тем более дедушка мне рассказывал про войну. И это тоже имело на меня свое влияние, да, впечатление о том, что это очень страшно, это очень плохо. Даже хотя бы с точки зрения маленького ребенка. но я это запомнила. Поэтому еще работы будет очень много. Много работы будет у спецслужб, у обычных граждан, потому что все равно, как бы то ни было, если даже наши собственные отморозки устраивают за 20 тысяч, поджигают а то как она там при железнодорожных путях там станцию. Ну, это какая-то распределительная электрораспределительная за 20 тысяч. И еще им эти деньги не выплачивают. 20-летние мужики 20 там с хвостиком. То есть это такой детский сад, это такой ну, в общем, испоганили себе жизни полностью. Вот. Ну, то есть я к тому, что нам все равно нужно будет постоянно держать ушки на макушке. Могут быть спящие, могут быть отмороженные, могут опять где-то кучковаться эти кастрюли головые. Поэтому осторожность не помешает. И это будет, конечно же, не один год. И даже не два. И скорее всего не три, не пять. Как там предсказывают, 26-25 год это будет долго. Долго, дорогие мои. Вот. Поэтому работы будет еще очень много. и повторюсь, Украина нужна в полном составе. Независимо от того, какой-то регион. Объясню для чего, почему именно. Потому что если западная останется, если западную заберут поляки, если другую часть западной закопать, я по-моему, заберут румыны, то они все со временем воспитанные, накачанные идеями, накачанные деньгами, какими-то дополнительными знаниями, еще и оружием, они придут опять к нам. И ладно, если нам придется эти вопросы решать, а то, может быть, придется нашим детям, внукам, оно вам надо, надо уже тут до конца разбираться по максимуму. Но это мое мнение, сугубо личное, просто мне очень часто пишут, а зачем нам западная Украина и так далее. Вот за этим. так что вот такой вот сон уже, наверное, забыли то, что я рассказывала, да, как есть мнение, что человек запоминает последнюю фразу. Так вот, 30 ноября ждем. Это может оказаться очень судьбоносным днем. Хотя, может быть, имелось в виду и 30 декабря. то есть в любом случае вот эти через полтора месяца мы узнаем про ноябрь, ну а дальше посмотрим вообще был он вещем или нет. Ну а нам всем желаю, чтобы как можно быстрее наступила тишина. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. До новых встреч!